Ташакор-послесловие. Под таким названием в Калининграде состоялась премьера документального фильма о советских солдатах, попавших в плен в Афганистане в 80-е годы прошлого века. Ташакор с фарси переводится как «благодарность». Авторы назвали его в памяти бойцах, выполнивших воинский долг. На премьеру пригласили ветеранов афганской войны. Съемочная группа, желая правдиво воссоздать историю события, отправилась в Кабул и Исламабад. Встретилась с очевидцами и непосредственно воевавшими с обеих сторон. Впервые российскими кинематографистами удалось взять интервью у одного из лидеров афганских маджахедов Гульбиддина Хекматьяра. От него узнали о наших солдатах, которые долгие годы удерживались афганскими формированиями. Попавшие в премьер подвергались пыткам, мухам. Годами сидели в зимдане, их использовали в тяжелом рабском труде. Авторам удалось узнать о трех восстаниях, поднятых советскими военнопленными, и о месте массовых захоронений на территории Пакистана. Были и те, кто добровольно сдавался, принял ислам и остался жить в Афганистане и Пакистане. Съемочная группа состояла из тех, кто принимал участие в выполнении интернационального долга. Кинорежиссер и автор фильма Евгений Барханов воевал в составе 56-й штурмовой бригады. Сегодня в Калининграде прошла первая часть документального спецпроекта, а завтра состоится его продолжение в Доме культуры «Машиностроитель» в 11 часов. Это экспедиция по информации от нашего агента, который общался со спецслужбами. Информация о четырех до сих пор ныне живущих на территории Пакистана бывших военнопленных советских, которые попросили помощи в возвращении на родину. Мы получили уникальные кадры, которые в этом фильме демонстрируются впервые. В нашей стране это откровение, потому что это необычно. Мы не обходили острые углы. Заявление правды. Правда такая, как она есть. Надеемся, что нам удалось передать в фильме те нервы, которые испытывали не только та страна, но и мы, те люди, которые пришли в монастырь со своим уставом.